МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только за два последних месяца 2020 года здесь побывало 635 человек. Не только жители региона, но и Новгородской области. Не только дети, но и взрослые. В декабре у нас на мероприятии присутствовал федеральный инспектор по Тверской области Сергей Николаевич Свитин. Сегодня как раз нашу выставку посетили заместитель главы администрации города Твери Хоменко Людмила Григорьевна и начальник управления образования администрации города Твери Жуковской Наталья Владимировна. Людмила Григорьевна говорить не велела, но она одела кольчугу, шлем, взяла в руки меч. Экспонаты здесь действительно уникальны и интересны не только школьникам. Военное дело развивалось. И действительно, на нашей Тверской земле прошло очень много сражений на протяжении многих столетий. Поэтому, конечно же, мы начинаем с эпохи Михаила Тверского, переходим к смутному времени, рассказываем о Отечественной войне 1812 года и завершаем периодом Великой Отечественной войны. Потому что в нашей Тверской области целых два города воинской славы – это Тверь и Ржев. То есть нам действительно есть чем гордиться, есть о чем рассказать. Не так давно экскурсии здесь проводит Юлия Кузнецова, библиотекарь библиотеки имени Герцена, куратор библиотечного клуба исторической реконструкции. Непривычно видеть в этом музее экскурсовода-женщину. Обычно о ратных подвигах наших земляков рассказывают бравые офицеры, по-армейски подтянутые десантники, за плечами у которых горячие точки страны. Бравые ребята, прошедшие горячие точки, когда начинают заниматься реконструкцией, все-таки что-то носят. И это что-то они не шьют. А шьем мы. Девочки-реконструкторы тоже бывают, и они не машут чаще всего мечами, они шьют, вышивают. Иногда приходится ткать, например, что-то похожее на этот пояс. И, соответственно, когда нужно объяснить ребятам, почему воин одет так, почему это работало в ту эпоху, чаще всего бравые ребята объяснить этого не могут, потому что они это не шили. А это можем сделать мы, женщины. Все экспонаты музея по крупицам собирали сами ветераны-десантники. И экспонаты эти действительно работают. После экскурсии каждый может не только примерить на себя одежду воина той или иной эпохи, но и пострелять в тире из настоящего лука. Основная цель работы выставки это как раз информирование школьников города Твери и Тверской области о ратных подвигах тверичей. Потому что школьная программа в силу объективных причин не включает в себя те знания, которые даем мы. Плюс, конечно, школа все-таки не спортзал, и не выставка, и не музей. И там нет возможности одеть доспехи, взять в руки меч, выстрелить из лука, сесть за пулемет Максим, взять в руки легендарную винтовку Мойсена, ППШ, оружие победы. Вот мы как раз заполняем вот эту нишу. И, конечно, наша, извините, что повторяюсь, основная задача это информирование о ратных подвигах тверичей. 2021 год пройдет здесь, как и по всей Верхневоргской земле, под эгидой значимой для каждого тверитя и на даты 80-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Мы получили уже письма поддержки от федерального инспектора Патриарской области, от управления образования города Твери, которые выразили нам поддержку, и вместе с ними будем реализовывать этот проект со школьниками города Твери. Музей открылся и работает исключительно на энтузиазме ветеранов-десантников. Новый для себя навык экскурсовода офицеры в отставке осваивали, не увольняясь с основного места работы. Воплощенная ими несколько лет назад мечта оказалась делом интересным и крайне нужным прежде всего подрастающему поколению. Остается уповать на спад пандемии, а в экскурсиях, уверяют, здесь недостатка не будет. Кстати, совсем скоро в музею планируют организовать специальный экскурс в историю для директоров и заучи всех тверских школ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok